Когда я снимаю обзоры на каналы Миллионники, я чувствую себя не то чтобы моськой лаящей на слона, а скорее на клопа, который залупается на динозавра. Но такова участь всех начинающих, так что не зазорно. Сегодня я дам свою оценку такому каналу как Немагия. Свыше миллиона подписчиков, особый стиль подачи материала, яркая, но неоднозначная деятельность в Ютубе. В общем, обо всём по порядку. Достоинства и недостатки дуэта Псковитина и Печерского. Проект Немагия попался мне на глаза на волне тренда Ютуб-развлочений. Тренд всегда будет востребован, потому что такой контент рождает конфликт. Конфликт рождает хайп со всеми утекающими. Безотказный механизм по набору лайков. Для самого преданного фаната Немагии не секрет, что ребята начинали свою Ютуб-деятельность как иллюзионисты. Весьма оригинальный старт. Отсюда и соответствующее название. Контент специфический для особой категории зрителей. Но не безнадёжный с точки зрения просмотров. И если бы Алексея и Михаил приложили бы всю свою энергию именно в этом направлении, постоянно совершенствуясь в своём ремесле, то пацанам из Кеверова просто не было бы равных. Однако ребята пошли по другому пути, более простому. Ведь ни хайпа, ни бабла, никаких либо других преференций с такого контента получить нельзя. И тогда проект, не меняя название, сменил концепцию. Фокусники стали балагурами-разоблащителями. Первоначально в эфире светился Лёша Псковитин. Затем от голоса за кадром до второго ведущего подтянулся и Михаил. Помимо своего основного лайв-канала, ребята ведут свои сольники. Под обстрел говномёта Немагии попадали в основном дикие фрики. Явные балаболы, новоявленные бизнес-тренеры и прочие шушера. Контент напоминал чем-то уже забытый в тому времени Плюс 100500 и Бэд Рум. Одни смехуёчки и никакой конкретики. Затем всё-таки помимо фирменной клоунады, ребята стали вкладывать в свои обзоры дельные мысли и фактологию. Давайте без лишних слов перейдём к Плюсам. Разоблачительная деятельность. Я никогда не пойду против скепсис-обзоров, какими бы они ни были. Они направлены на то, чтобы открыть людям глаза, или хотя бы дать альтернативную точку зрения на что-либо. Особенно впечатляет то, что их обзоры зачастую вынуждают экземпляров предпринимать ответные меры. Оппоненты устраивали бугурт, присылали фуры с дизлайками, банили видео, но всё это шло только лишь на пользу каналу, как и бывает в любых интернет-баталиях. Немагия была на грани судебных тяжб с Эриком Давидовичем, но пронесло. Эрика отправили отдыхать на тюремный курорт. Зачастую бывает и так, что вместо ответных видео, страйков, банов или угроз, экземпляры могут натравить на немагию своих ручных полицейских. Так было, когда ребята сняли выпуск про Часы Пескова, после чего у них возникли проблемы с сотрудниками по борьбе с экстремизмом. Как связаны Часы Пескова с экстремизмом, одному богу известно. А недавно устроили нехилый бадхёрд банку Тиньков. Конфликт, возникший после соответствующего обзора, когда бизнесмен натравил на ребят аж московский ОМОН, который яростно выискал в квартире Алексея клевету. Всё это только лишь поднимает популярность проекта и заставляет задумываться о многих вещах. Пацаны от своих слов не отказываются и готовы отстоять свою честь в суде. Это заслуживает уважения. Развлекательный контент. Я думаю, что большинство людей, заходящих в Ютуб, куда более интересен юмор. Через юмор можно подать зрителю какие-то глубинные мысли или же те вещи, которые изначально не видны. И хоть юмор у ребят, надо признать, плосковат, в лёгкой, доступной даже для обывателя форме доносится основной посыл. Всё это заслуживает респекта. Но перейдём к следующей главе. Минусы Контент ради контента. Чтобы просто был. В основном это касается лайф-блогов, каналов ребят. Лайф-блоги я не люблю в принципе. В лучшем случае это просто вода. Но зачастую мусор. По большей части я говорю о личном канале Печерского. Активная эксплуатация, пускай и добровольная, своей семьи, жены и ребёнка, для меня как минимум странный ход. Хотя мотивы истинны. Ребёнок нужен для того, чтобы отвоевать у мистера Макса и мисс Китти частью аудитории незамысловатый контент, рассчитанный для детей, который для своего времени приносил нехилый навар. Не знаю, как сейчас. Жена. По всей видимости, некая приманка для мужского контента. Если никто не против, то флаг вам в руки. Вся семья пределит. Но лично я считаю, что это мусорный контент. Образ гопников. Пошлость. Трудно определить, где кончается простота и начинается пошлость. Зачастую ребята эту границу не чувствуют и позволяют себе весьма экстравагантные вещи. Самый яркий пример – это траханье боксёрской груши в одном из своих обзоров. А также эксплуатация образа гопников. Образы настолько сильны, что зрители невольно начинают ассоциировать их с общим контентом. Всё это пагомно влияет на репутацию. Оскорбление. В деле не магия Тиньков, а Лежа взмутился не только тем, что пацаны по его банку активно проехались, но и тем, что упомянули его жену, которая к этому банку не имеет никакого отношения. Чётко и однозначно сказали, что, дескать, некрасивая. Удар ниже пояса. Но это не в первый раз, когда они перешли Рубикон. Примерно таким же образом они прошлись по жене бизнесмена и блогера Сергея Симонова. Я не моралфак, но это недостойный поступок. Хотелось бы посмотреть на реакцию Михаила, если бы какой-нибудь обзорщик назвал бы Катю, его жену, каким-нибудь обидным словом. Не думаю, что этот обзорщик отделался бы только лишь видеоответкой. Есть границы, которых переступать нельзя. Сомнительные ходы. Не то, чтобы я являлся поклонником творчества Немагии, но нередко видел на стримах какие-то сделки пацанов с экземплярами. Дескать, не отбашляешь нам бабла, выпустим обзор про тебя. Как это было с Русланом Татунашвили. Может быть и в шутку, но всегда нужно пояснять за слова. Также в контенте ребят можно было найти сомнительную рекламу. Хотя Леша и Пяткаев в грудь бил, что для него подписчики это как братья родные. Отношение к власти. Нет ничего плохого о политичности или же сокрытии своих взглядов от подписчиков. Дело твое. Но нередко за таким поведением можно углядеть тайные лоббирования чьих-либо интересов. Даже если этого лоббирования нет. Ребята уже гоняли за их ролики. То незаконные инквизиции из Центра Э. То ручным московским ОМОНом. Но в накрученные лайки, дизлайки и бан оппозиционных каналов пацаны после таких приключений почему-то не верят. Будем надеяться, что искренне. А верить в обратное как-то не хочется. Заключение. Я не могу относиться к контенту ни магии, ни положительно, ни отрицательно. Местами бывают интересные ролики. Некоторые весьма остроумные и поучительные. Но я не уверен, что они искренне до конца. И такие уж не подкупными, какими хотят казаться. Но все улики, которые у меня есть, косвенные. Будут ли железобетонные? Поживем. Увидим. Благодарю за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...